В Наринмаре прошло расширенное заседание регионального полицовета партии «Единая Россия» на повестке обсуждения вопросов реализации послания президента Федеральному собранию и изменений в Конституцию Российской Федерации, который Владимир Путин озвучил 15 января. Мария Владимирова расскажет подробнее. Один из самых богатых на изменения в послании президента – социальный блок. Он касается повышения уровня доходов россиян и стимулирования рождаемости. В Ненецком округе работа в данном направлении уже ведется. Последние, наверное, несколько, 3-4-5 месяцев занимались тем, что анализировали демографическую ситуацию. В целом мы понимаем, что если второй, третий и даже четвертый ребенок с женщинами рождаются, ну, в общем-то, довольно активно, то самая большая проблема на сегодня – это рождение первой. Александр Цибульский добавил также, что в региональной администрации прорабатывался вопрос дополнительной поддержки педагогов, которые являются классными руководителями. По предложению главы государства, за счет средств федерального бюджета за классное руководство будет выплачиваться ежемесячно по 5,5 тысяч рублей. Помните, мы с вами вместе принимали решение, по-моему, полтора года назад, когда возвращали выплату к классным руководителям у нас региональную. Она была полторы тысячи. Сейчас по совокупности 6,5 тысяч. Я считаю, что мы можем посмотреть, проиндексировать нашу региональную выплату. В этом смысле это правильно, и, наверное, надо в этом направлении двигаться. Здесь я, наверное, к нашему, так сказать, к Александру Ильичу, с коллегами обращаюсь, уже подумать, посмотреть совместно, можем ли мы себе позволить уже сегодня повысить региональную часть. Как было отмечено в ходе заседания, работа по реализации задач, определенных в послании президента, должна быть совместной. В нее должны включиться органы исполнительной и законодательной власти, а также общественники. Что такое послание президента? Это возможность посмотреть и проанализировать то, что сделано было на 1 января 2020 года, актуализировать те задачи, которые необходимо нам выработать и закрепить, возможно, в новых законодательных актах. И самое главное, посмотреть на перспективу развития региона с точки зрения и, скажем так, ближе лежащего периода, и на перспективу вообще. Все действия, которые мы здесь на региональном уровне будем принимать, шаги, это прежде всего направлены на демографию, это вот улучшение жизни наших жителей округа. Поэтому все эти решения в рамках наших работ, наших фракционных объединений, они будут выполнены и они будут реализованы на территории нашего округа. Второй блок заседаний посвятили обсуждению изменений в Конституцию России. По мнению депутата окружного собрания Александра Чурсанова, одна из важнейших поправок касается закрепления в Конституции принципа единой системы публичной власти, выстраивания эффективного взаимодействия между государственными и муниципальными органами. Мы часто слышим вопрос о полномочиях, кто исполняет те или иные полномочия. Теперь, я думаю, что мы будем делать дело вместе, на благо нашего народа, на благо жителей Нейского автономного округа, и многие вопросы тем самым отпадут. Также глава государства определил важнейшей задачей закрепления в Конституции нормы о том, что минимальный размер оплаты труда в России не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения, а также регулярную индексацию пенсии. Потому что люди, особенно на севере, которые отдали все здоровье, все свои силы, но они должны понимать, что все-таки у нас будет проходить индексация, потому что идет повышение всех услуг. Это первое. И второе, конечно, очень правильное, что прожиточный минимум, значит, индексации прожиточного минимума также внесены в Конституцию. Пакет поправок президента в Конституции уже принят депутатами Госдумы в первом чтении. Впереди широкое обсуждение и народное голосование. Мы приняли решение, в течение 15 дней мы, депутаты Государственной Думы, вносим поправки между первым и вторым чтением. Документ пойдет в регионы, в субъекты Российской Федерации. И в течение месяца мы должны получить мнение представительных органов власти, исполнительных органов власти, мнение народа, мнение жителей всех регионов России, те поправки, которые они будут предлагать. И 16 февраля планируем принять проект закона уже поправкам, которые отработает рабочая группа в Государственной Думе, затем в третьем чтении. И Совет Федерации его ратифицирует, надеюсь, и пойдет уже на общее российское голосование. Как отметил Сергей Коткин, поправки в Конституцию необходимы для дальнейшего развития России. В частности, они обеспечивают единство и безопасность государства. Мария Владимирова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.